здравствуйте просить пожалуйста сам алексей леший да надо же какая встреча очень приятно народный репортер коренной держи нец меня зовут сергей очень приятно хотелось бы узнать вот наши зрители интересуются откуда доктор леший черпает свои идеи как приходит вдохновение как рождаются стихи вот немножко расскажите пожалуйста об этом ну что я скажу стихи рождаются по разному вот когда бывает например на природе вот нахожусь особенно за городом вот так на прогулке что-то такое возникает какой-то на наплыв каких-то прошлых лет особенно вот сейчас я зачастую уже пишу уже многом что было в прошлом ну вот допустим я есть новые уже сочинение как бы например вот одно из них уже есть сырой материал правда вот он у меня кстати уже здесь вот есть вот да написал вот немножко какая удача написать хочу вот и вот прошелся на прогулку вот так вот думаю что-то еще надо дописать что потому что еще что-то еще конкретно я не выявил свое в своей этой поэме но она у меня называется так это поэма многолетняя русь значит нам очень повезло наши зрители как раз спрашивают вот на патриотические темы что-то какой-то материал вот если можно прочитать и конечно можно зашлось нельзя я в интернете все выставлю для наших зрителей я думаю это будет лучшим подарком ну ладно тогда могу если вас так заинтересовало мое творчество она просим спасибо вам ну ладно мало маленько правда я тут могу ошибаться потому что материал сырой но ничего ничего страшного поднятая целина вот когда колхозы были сено пастбище стада молоко коров доили бабы все на посемной рожь овес пшеницу сеют мужики от баб долой на войне вдвойне потеют был сплошной патриотизм как-никак а все же жили полный был социализм коммунисты тоже были были также и враги у советской нашей власти под названием кулаки было все у них с пристрастием а простой голодный люд против был их них идеи революция как тут и возглавил ее ленин поровну все разделив и отняв у них из земли стали вроде бы не тужить а потом и умер гений что ж на трон пришел другой с властью очевидно новой и с фамилией стальной галя похлеще вдовое вновь опять пошла война мировая с фрицем драться бабы на завод в поля мужики в крови купаться сколько нам не сочетать потерявших много судеб надо было защищать нашу родину святую и при всем при этом жить кто с войны вернулся целым чему быть тому и быть а народ наш русский смелый сталин хоть и голиаф но с войной все же сладил его жесткий адский нрав уважать себя заставил берия тот был палач зверем скалился к народу шустрый как футбольный мяч расстреляли все урода после сталинских репрессий и застрого все пришли возвратясь в свои поместья вновь зажили кулаки потихоньку расправлялась русь от бешеной судьбы понемногу оклемалась от кровавой той войны тут хрущев никита бравый на посту как колобок кукурузой все по праву все поля засеял черт подарил крым украине от чего-то вдруг нахал на луну ракету с миром он гагарина посылал посмотри брат на планете что и как чего почем прилетишь доклад мол с этим о луне расскажешь все во взвратясь на землю юра все подробно рассказал у гагарина был юмор мол видал кого-то там после этого хрущева честный изо всех мужчин брежнев леонид пановой строит вновь социализм все приемные все сцены пять копеечек проезд дядю лёню мир весь ценит партия кпсс низкие вполне кредиты к счастью светит коммунизм получили все квартиры вот такой был социализм жаль что дядя лёня умер слава честь ему хвала горбачёв потом придумал перестроечка пришла а черненки я не буду и андропов тут не в счет а них ровно позабудут был печален этих взлет горбачёв хотел все сразу винодел искоренить спиртовую всю заразу одним махом порешить углубляться я не буду все идеи на лицо схоронив свою супругу громотей с пятном яйцо свергли чудика и такого ельцин взяв все в оборот и метла метет по новой ваучер всем раздает мол кто беден будет счастлив и богатым будет он этот метод очень вреден ваучер нанес урон и пожрав попив достатки бросив в омут всю страну и ельцин все подал в обставку о нем больше не гугу о ком мы будем 21 грянул век президент владимир путин проще это человек что да как судьба покажет но пока мы без войны кто-то против если скажет но россия это мы здесь конечно и в россии делая чего не так влазь дзержинская лишь в силе сделать городе бардак унываются рельсы шпалы в грязной городе весны развороты все сломали все дороги ямной тьмы по судьбе иду по грязной шпалы сломаны везде все довольно слишком ясно город нас в полной беде лес был стылин у вокзала огорожен был забор чья рука тут диктовала может быть какой-то вор вот забор уже убрали на лицо пеньки судьбы может центр проиграли не суровые пришли добегать вперед не станем и молчать не будем мы город зержин вместе с нами мама мы народ его судьбы так давайте горожане у кого хоть совести есть город будущего с нами мы должны его сперечь ну вот такая вот у меня поэма с набросками с такими будущего с набор с набросками прошлого вот такая получилась вот поэмка вот значит что мы видим наглядно как есть вот ничего я тут не прибрал вот ну что скажу вот такая вот у меня вышла вышел вот такой вот у меня стишок спасибо большое алексей я думаю наши зрители не думаю вполне уверен в этом будут довольны довольны вас видеть в интернете вас впечатлило что-то конечно конечно спасибо огромное вам благодарны будьте всегда на связи а выставляйте новые ролики пишите песни и стихи удачи вам в творчестве и всего самого наилучшего спасибо спасибо вам большое спасибо спасибо вам большое